в общем мы там же где и остановились в прошлом видео около хальмара сейчас мы проделаем один маленький фокус я так подумал что не надо нашим ребяткам там типа баши сидеть в этом самом гарнизоне потому что еще один конный разведчик это те ребята которых мы сейчас отвезем в тренировочный лагерь и поедем по деревням набирать гвардию потому что со свадами без гвардии мы вряд ли справимся допустим я всегда основным своим бойцом делаю людолова но людоловы против значит свадов не тянут не тянут совсем сейчас мы сохранимся и начнем значит что-то там придумать с ними баши поговорить ты храбро сражайся у него имя бомбайт бомбайт нормальное имя для башей тебя получается короче большие вот он и еще одного конного разведчика мы сделаем стивен стивен тоже хорошо вот теперь у нас есть стивен и бомбайт но мы их не будем ни одевать не обувать мы их сразу отвезем значит тренировочный лагерь и тренировочный лагерь не в этот мы отвезем а вот этот тренировочный лагерь и значит когда набьем мы им значит лут подходящий для них тогда мы их выдернем из лагеря начнем одевать обувать и так далее хотя на стивена наверно можно что-то поискать да на стивена наверно мы что-то может и найдем у нас есть лук для него у нас есть балансированные двухшипные стрелы для него вот какая-то шапочка мы тоже найдется ну вот еще что-то найдется для него в принципе стивена мы наверно не будем вести вот бомбай да мы обязательно отвезем и у нас там будет сидеть пока мы начнем воевать со свадами то есть я наймусь кому-нибудь значить скаковая верховая охотничья хиридская охотничья у хиридскую охотничью мы возьмем но мы возьмем ее не этому не стивену а мы возьмем своему первому значит разведчику которого мы первого первым нанимали пожалуйста нам еще надо к нему какие-нибудь рукавички такие тоже пойдут рукавички все продолжить отряд стивена мы принимаем свою банду расскажи нам стивен о своих навыках не знаю сделаем 13 силы но это потому что мы будем давать им все таки маринштейна 9 и 3 здесь значит 2 и 10 вот так вот будет выглядеть значит мы сбор трофеев подкачаем так самообучение два тактики две упаковки ну и первая помощь хирургия и перевязка ран все прекрасный парень стивен и все значит поговорим о том выражении имущество о стивен носит для себя шапочку и степная лошадь степная лошадь ему не нужно неважно значит поговорим с жасусом жасус о твоих навыках у жасуса по моему уже верховая езда четверка да на твое вооружение снаряжение жасус и мы тебе дойдем киргидскую охотничь улучшать киридской мы возьмем для стивена важно стивен поговорить на твое вооружение снаряжения мы стивену эту шапочку что он себе приберег топор петчаточки ну все то что мы ему приготовили мы на него одеваем и все стивен у нас порядке охотничью лошадь забираем даем киридскую лошадь все ну вот это мы пока что сбросим неважно стивен у нас будет уже конницей мы его поднимаем вверх ниже конора вот все у нас больше трех я не буду и делать это у нас будет полный комплект не нужно больше трех трех вполне хватит потому что у нас будет большой выбор значит кого сколько где там журю тут в принципе можно ну конечно это будет как бы не интересно если я сейчас возьму выберу значит там каких-то 200 наемников кое-как их одену там убую и это будет у меня 200 армия в 200 нпс и короче они будут разносить естественно через время всех и вся но это не интересно поэтому и был такой разговор что товарищ сказал что будет весьма ограничен набор наемников будет весьма ограничен все все остальное будет за счет наема там за счет освобождения других пленных там будут еще другие значительные методики наемок другие наемники будут короче мод будет развиваться я вижу что тут много так как бы сказать открытых позиций которые вот поговорим о моих воинах и мы им оставляем бомбай да все пройти прощайте уйти много будет открытых позиций которые я вижу вернее много открытых позиций которые как бы делаются для того чтобы развивать мод оставляются мы догоняем дезертировать сейчас будем куда-то не сорвали я живу они здесь ездят огромными толпами просто огромным норды огромная толпа собрались и куда-то полетели норды если они поехали кого-то осаждать или что-то это страшно действительно страшно там где значит и хускарлы и значит секирчики бронированные и особенно вот это лучники их не бронированные просто лучники такие метки тяжелые лучники ужасный ужасный народец короче у них там такие топоры они так прекрасно ими владеют и они наносят круче колоссальный урон колоссальный ну вот это вот как их называют дезертиры 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 конечно дезертиры без лордов они это совсем не то что значит регулярные будем говорить войска лорда там какого-то это при больших разницах ну все пока я доехал их уже победили норский ветеран норский хускар хороший парень хускар у нас людоловы воительница наймем местницу наймем а копейщик мечник это такое дело это жюри мы их отдадим кому-нибудь найм вот у нас есть вещи которым у нас есть доступ у нас есть тут умова откуда у них взялся тюрбан тюрбан шлем с страницей стражи с бурнусом и тюрбаном вот доспех нагрудником норский них есть два вида доспехов вот так 170 другой я не знаю вот это мы круче все забираем секиры их не это все нам будет нужно готово отряд мательт мательт я не посмотрел сколько и не помню сколько им надо силы этому нагруднику 8 силы а у нас по моему лены уже есть 8 сил лен а ну-ка поговорим с леной о твоих навыках да у лены есть 8 сил и все мы ей даем в ходном арсенале они зачем нам походный арсенал вооружение снаряжения и мы лене даем нагрудничек хускарский нагрудничек усиленный тут только на плечах железо и тут железо и тут железо короче хорошая штука здесь значит перчаточки по пять у нас есть кольчужные и есть ламеллярные перчатки 6 дим наверное ли не дадим 5 перчатки а мательт дадим перчатки на 6 6 перчатки назад неважно у нас есть бундук бундук поговорим на твое вооружение снаряжение мы дадим значит вот это тут сборную сам сара низкий дадим ему перчатки все а это все остальное мы уже сейчас кинем настроить авто добычу до доступ и вот эту шапку 52 там это вот это вот это ну может ли на эту шапку поднять она короче нет шапку не будем бросать и значить и позволим спутникам никто не бы не хочет брать значит их носить будут наши сейчас жасус конор стивен жасус поговорить уже не снаряжение и конор а у конора уже есть перчатки замечательно назад неважно стивен поговорить снаряжение стивену мы тоже дадим перчатки перчатки все муж ребята одетая буты ферентис поговорим о твоих навыках 12 сил и значите что мы будем давать ферентису наверно владение оружием все таки наверно и будем качать важно галаген поговорить о ваших навыках вот волейн уже 15 сил и все мощный удар мы будем вкладывать и значить еще два очка этих самых неиспользованных два и наш мешок который уже скоро надо будет чистить 45 47 40 45 47 45 уже мы наверно продадим шлем норской стражи возьмем вот эти секиры норские вот эти наверно уже не будем брать и вот все у нас уже некуда девать это все нам надо кого-то нанимать или что-то выбрасывать поэтому поедем сейчас правда мы можем сделать вот так вот например поговорить со стивеном на твое имущество и скинуть это все стивену вот и все а это продадим сыринский пехотный щит легкие гарпоны это нам наверно не надо будет все готово да мы собирались ехать по деревням и нанимать значит нанимать гвардейцев четырех кандидатов в гвардию едем в финаду финаде сейчас наймем сейчас кандидатов понанимаем отвезем их лагерь где их там лучше брать добровольцев желающих нету все едем сыргуде продадим трехпленных эту остатки имущества которое мы взяли на меч значит я провел пару опытов и значить точно установил что игру у меня на глобальной карте лагает только из-за программы по записи видео и короче значит тут скорее всего это связано все таки с конструкцией сайсом дешной с индексным процессом без программы для записи игру не лагает абсолютно все игра работает отлично все прекрасно она замечательно всю ну вот балансирована круче на боевая коса но это мы брать не будем нам это не надо мы сейчас только упор самый главный конечно это стрельнут рыцарский шестерпер за полторы тысячи но нет у нас всего 11 тысяч денег поэтому мы уходим и начинаем продвигаться queen потому что нам еще надо нанимать та самая кандидатов в вуардию ну так будем ехать смотреть где кого побить вот например морских налетчиков сейчас мы побьем и так будем от деревни к деревне к деревне двигаться нанимать та шольдер шольдер давай атаковать всеми силами этого противника шольдер маленький сделаем подбираем что все что можем кого можем оглушим кого можем убьем на нанес я ему крути практически смертельный удар по мизинцу он упал без сознания хотя хотя вполне тот кто хоть иногда себе хоть один раз не попадал молотком по бензинцу наверно мы его понимает любитель поберезья пиратский шкиппер но это те товарищи которые нам нужны конечно это пехота это будет тяжелая пехота в свое время в общем не особо нужно поэтому я покажу мы просто колеблюсь нужна ли нам эта пехота не нужна тяжелая пока их откладываю но на самом деле живешь так назад и позволим позволим одна уже конечно не надо но такое соберем их собрать 29 из 31 ну и готово кандидат еще один гвардеец гвардеец даль пеший застрельщик гвардеец дальнего круга пеший стрелок у нас есть вот пеший стрелок уже будет или лучник или арбалетчик ну в это линейка короче этажа из городского ополченца она развивается достаточно большая и развивается они нормально короче не так как гвардейцы немножко быстрее у них короткая линейка значит так еще у нас с нашим персонажем нашего персонажа будет 14 и мы все будем вкладывать стрельбу из лука двухручная стрельба из лука так ну все едем дальше едем в тир в тир едем что у нас там есть отряд стивен опять в имущество стивена посбрасываем все что можем посбрасывать ну вот это мы посбрасываем конечно вот это тоже нам не надо поэтому возьмем еще не сапоги вот возьмем ножский топор все ты уже брать не будем это все уже будем только продавать но нам особо не надо много для вот уже наши нашего они так нормально вооружены и потихоньку можно будет менять вооружение но мы планируем нанять еще достаточно много в общем-то я думаю что концу значит но я не знаю на сегодняшний день что я должен проводников не будем брать у нас достаточно много там стоит этот рамун он тоже отлично покупает пленных но мы будем продавать этому самому рамун слишком много базарит балансированный эльшпис хорошая штука и стоит он 2 400 если мы сейчас наберем 2 400 с этого мусора мы короче купим он балансированный эльпиш эльшпис 2 200 но уже на 200 этих самых копеек я разорюсь это уже такое понятно мы купим балансированный эльшпис который мы дадим кому-нибудь из наших бойцов заспехи на общем они нам сейчас не нужны лошади ну лошади у нордов у них нету просто не ничего нордских лошадей в игре не существует есть вегирские есть саранитские лошади есть хиргитские лошади ну есть эти самые савадийские лошади саранитских и хиргитских просто в игре не существует лошадей не знаю кому мы дадим возможно нет алая но мы не будем давать мы дадим ферентису этот начните как его называют то что мы купили от балансированный эльшпис вегирское копье тоже неплохая штука но альшпис пока что ему будет наверно лучше нордскую секиру заберем отсюда пусть будет альшпис что нибудь еще можно сюда забрать у нас еще есть рогатина ну все наверное это просто уже лишние потраченные деньги ну ладно посмотрим нордскую секиру выбросим потому что такие секиры лично мне не нравятся они мощные там такие шоу и хорошие они мне не нравятся все заезжаем хаен а мы так и не продали они это наши ярлы вот еще пятерых в вардию к себе наймем пятерых кандидатов поедем джельбек там наймем он так вот будет и после того как немного прокачаем свою вардию тренировочном лагере будем наниматься уже ну сейчас можно посмотреть тут есть такое же все как положено отчеты отношения с фракцией ну вот они воюют свады только с нордами ну норды и свады вот как раз бы против нордов и свадов я бы воевал а пока что ну нет смысла я поэтому это ухаживание счет у нас никаких ухаживаний еще не было покажу не видно следов никаких не видим дезертирование бандитов подъедем может там объем а вот какие-нибудь лесные братья тоже хорошая вещь лесные братья мы их не убьем набьем что продать нужны деньги тупо деньги потом когда мы наймемся кому-нибудь конечно у нас денег будет много потому что будем грабить караваны значит деревне не будем грабить я просто небольшим весли уже там совсем достану то я тогда так а так вообще то я не очень большой любитель грабительство деревень чисто таких моральных соображений бумагу бесполезных моральных изображений и соображений которые конечно в средних средние века таких соображений морального плана не было немножко другой мир с немножко другими представлениями сейчас у нас рабовладелец вызывает вот это чувство что это нехороший человек а в то время те работорговец в то время работорговец это был назначить вполне солидный и значит как это самый богатый и уважаемый человек это был бизнесмен как сейчас бы сказали уважаемый богатый со временем отношения ко всему меняется вот у нас есть уже лут который мы продадим и там не вносить несколько этих самых вот мы поедем продавать их уксал поедем наши кандидаты вот здесь и дальнего круга там легко так вот наши бойцы повышение опять это кандидаты повышаются владельцы дальнего круга мы посмотрим на пешего стрелка что он из нас пеший стрелок расскажи мне о себе ну пеший стрелок совсем неплохо очень даже неплохо пеший стрелок лучник посмотрим на лучника потом когда он у пеший стрелок совсем неплохо не беззубый такой тип не беззубый с этим рубиловым этим за спину этот в уши ли как у нас стоп а у нас есть кого продать никого не продали бы а горбалетчик меч и копейщик у всю мы смысле не продали бы сдали был на ему веский караван тут близко мы отдадим ему поторгуем с караваном ну обычно мы избегаем тура пути боимся могут ограбить и даже убить да бывало и такое но у тебя честное лицо и добрые глаза хорошо давай поторгуем хорошо откажись у меня сразу будет нечестное лицо и злые глаза понятно что если вы идете через это самое через темный двор или те под темной аркой и вдруг откуда-то из темноты выдвигается такой какой-нибудь ну такой ну что-то похожее на трехдверный шкаф да и просит у вас закурить ну конечно даже если вы не курите или даже если вы не хотите давать ему закурить его все равно дадите в надежде что он просто хочет покурить но это понятно это естественное человеческое чувство вот такое естественно человеческое чувство и значит руководит и караваном она вроде мы всех воинов которые хотели продали каравану все я передумал я ухожу теперь мы можем продолжать свое путешествие мушкал чтобы продать пленных 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 красивых опана а вот тут у нас появляются новые персонажи сейчас мы выйдем и посмотрим на них ну в общем это вот эти мадам вот эта мадам да если его сейчас вот я к ней начну говорить а потом там она там не ну как это предложит свои услуги и услуги там их своих этих подруг кого лечу там а я я вдруг скажу что ее там мы возьмем все что захотим еще там тебе платить туда-сюда она конечно обидится полезет драку но и конечно настучим по ее красивому личику и после того как мы выйдем из города нас будет встречать банда значит разъяренных этих самых денег разъяренных блудниц так вот примерно человек 70 80 60 может быть и меньше короче девки такие резвые но в общем то не опасны настолько что они там много урона не наносят потому что они как как бы сказать это мясо для прокачки эти блудницы мы значит сейчас мы их наловим нам они нужны возьмем значит у нас все конница на коне ну тут есть стрелки там туда-сюда в основном конница выделять их в отдельную эту самую не хочу ну ладно сколько-то их попадется вот эти разъяренные блудницы значит на нападать на всех подряд у них не тут короче валят это не только выскочили но имеется ввиду что это же не только допустим персонаж со своим отрядом может обидеть блудниц ну и какие-то другие кто-то заходит в таверну это может обидеть ага сама эту мадам и так сама разъяренные блудницы потом мечутся значит по кальраде ищут на комбы самое согнать злу ну можно с ними расплатиться там двойной тариф платишь им они тебя отстают а так они будут бегать пока типа в их нет не побьют они такие бывают я знаю ну было сейчас я не знаю там может изменения до мысли но это промп-промп-как это translate до мысли вам могли сойти строго грабеж изнасилования я обдумал его вместо того что пролезть здесь сегодня нам дважды я заплачу вам дважды и мы будем на пути грязные звери мы собираемся разрушить вас как свинья вы быть но это прекрасное выражение она даже как-то мне нравится значит и вы будете у нас грязными зверями атаковать это вот женщина платье платки с ножиком с каким-то там там что-то еще металлово кидаллов какой-то есть круче даже если они большого уровня реальному отряду они не могут нанести а ну а как в бою в это самое как встречаются не с другими какими отрядами то там авторасчет всегда на их стороне потому что они по моему то ли 30 то ли 50 уровня крути когда мы их примем себе в отряд вот это важные товарищи для наших для наших планов потому что там потом можно будет их как я потом покажу это надо будет подходить в этом самом форте капитан капитану форта и с ним разговаривать не пытается еще как жюри он получаете 720 опыта никакого-то взял и убил ну-ка посмотрим ну их ранено 34 это уже нормально нам хватит покажет мы не время от времени эти отряды появляются они за собой уже там столько огромный толпу пленных то таскают набивают у них огромные отряды бывают такие что нас хочет потому что там огромная толпа пленных их немного и потом появляется какой-нибудь караван которым там по 300 по 400 значит бойцов в караване ну это значит и не перехватили вот этих блудниц вот 45 блудниц мы набили себе так простенько теперь у нас будет это все вот сейчас мы отпускаем блюдо улова вниз и гвардейцев чуть ниже конных воинов все таки гвардейцев надо немножко подберечь ну вот я же решил из них выпадает вимпл и платок все мы даже не будем подбирать эти вещи вот они эти блудницы и мы их короче конечно минут как у все сразу у нас это самое повыситесь отряды наши ну в отряде эти сам пешие стрелки пешие стрелки далеко неплохие пешие стрелки не насчет этого посмотрю елена повысилась значит поговорим с ней о ваших навыках 9 ого и даже 10 силы значит добавим ей мощный удар и мы добавим есть стрелку из лука на полный рост все он бундук поговорим о ваших навыках но бундук 14 силы значит мы будем мощный удар но я обычно докачиваю нпс в до 15 силы пока что потом начинаю подкачивать здесь а там уже по возможности и значит мы будем качать одноручное двухручное копье не знаю да двухручное сейчас он все равно с копьем будет и двухручным ну скорее всего не участвовал пока ездил и стрелял своего арбалета то уже всех давно и перед без него уже вот у нас алоена одноручная все готово не важно жасус поговорить но вот этим ребятам мы будем качать уже ловкость ловкость потому что им надо будет верховая езда верховая стрельба мощный выстрел такой им надо будет это же все бросаем лук лук и в одноручная значит жасусу надо было конечно интеллект повысить до 6 чтобы здесь хотя бы по двоечке все было ну ты прекрасно вот они у нас прокачались все хорошо продолжаем ну этих там продавать не будем по-любому поэтому мы сейчас потихоньку двигаемся к своему венгарду где мы всех этих пленных и оставим зато тут есть 26 радокских обученных арбалетчиков которому так вот ну просто они нам подвернулись на дороге не вовремя выскочить сейчас мы их побьем и продадим атаковать всеми силами конечно надо бы добавить сейчас кажется что это так несложно но я как только начнем встречаться с регулярными войсками королев там все вот это полезет вот эти арбалетчики они будут упорнее сражаться в несколько раз допустим такие подобные уже в родовских отрядах они наносить уже и серьезные урона да вот это дезертиры они такие как дети в общем-то дезертиры для этого придуманы в этом в этой игре для этого не существует хватать бить продавать там сдавать и это самое наниматель и все остальное чтобы с них выпадал лут именно отряды для прокачки вот мы этих 10 и продадим АТОВА даже с них какой-то лут есть надо еще поехать и купить не знаю следующем может быть следующем уже этом самом АТОВА может быть след вот еще у нас есть дезертируют и этих ну тут свадийские всадники можем нанять в общем а ну-ка посмотрим кон и ополченец легкий всадник свадийский всадник но принципе можно почему ведь просто их нанять сейчас на нем бегут от нас боятся и будете жиловато догнать но мы их догоним за счет того что у нас же у нас есть ребятки которые у нас поиск пути и у них прокачаны слежение все остальное жарю мы видим вот присоединяйся ко мне обещаю тебе деньги долю добычи мы поверим тебе заплатишь нам сейчас две тысячи семьсот 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 семьдесят динаров но я им заплачу вот ваши две тысячи семьсот семьдесят динаров а это подход вот как раз прошу я говорил вот подкрепление и замеры идет в дерим и сколько бы он не брал этот лорд дерима кто там граф класть да сколько бы он не брал бы и они подходят подходят где ими прокачивается и я же говорю что в городе и в замке постоянно держится один и тот же гарнизон здесь по моему 1700 а здесь по моему 500 человек но здесь же были большая часть или половина ополчения а здесь тупо только фракционные войска вот они подкрепление и замера и они постоянно подходят сколько бы он не брал они подходят подходят если надо мало здесь маленькая недостача допустим до номинала будем говорить да то их мало подходит больше то и больше подходит а в дериме то вообще тут же пятеро сколько деревень то они тут даже ремонт пожалуйста и вот мы значит сейчас подъезжаем заедем деревню продадим вот поганый лут который мы выбили из значит это самое из из родовских этих деятелей тяжелый марин стерней мы не будем брать значит возвращаемся идем в таверну из нас вадийский пеший наемник стоит и мы значит продаем вот этих вот десяток пленных нас 18000 я все-таки наверно сейчас рискну потому что уже пора 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 уйти и мы едем сейчас у нас ну мы поедем вот я лип через эти мы поедем не все-таки мы заедем в лагерь наемников лагер наемников и наймем значит 4 наемниц я больше не буду нанимать в принципе такие вы входите в лагерь наемников лагер наемников и значит здесь но есть тут тренера наемников у там она стоят там лагерь как вы видите недоделанный много пустого здесь в принципе должны какие-то люди ходить бегать я так думаю насколько мне товарища здесь должны быть какие-то тут сооружения тут обязательно должен куда работорговец торговцы какие-то должны ну вот они стоят эти ребята но они значит но только тех наемников сейчас на данный момент которых можно нанять в этом самом таверна ну вот это тут продает там тяжелую пехоту смысле нанимают у него у этого по моему я не знаю кого этого нанимаешь не помню просто сейчас посмотрим просим драфт а ножки но тут только вегирский вегирский вегир и ножских узкар вегирский господи оружие борец и копеносец у него можно менять у этого по моему только одни лучники до саранитский лучник значит вот этот наемник который мы нанимали вегирский меткий лучник и ножский лучник ветеран это у него можно нанять у этого конные лучники по моему сейчас посмотрим наемные конные лучники ритм хиридский ветеран за не ну это 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 короче временное явление здесь будут уникальные у них будут уникальные наемники сделаны значит у каждого свои и их будет там только каких-то там три вида по одному виду будет так вот как мы товарищ рассказывал здесь должно быть торговец лошадьми этому лучше тебя это торговца нет какой-то конюшня здесь есть вот этот начальник над этим лагерям там стоит он тоже тоже там у него наемники только такие как вот тяжелые всадники там такое вот это все да вот там в башне есть круче стоит подруга старая разрушенная башня не стоит подруга у них девки наемники там такие девки ну тупо сделаны серьезные такие прокаченные тупо сделаны для того чтобы там помочь игроку чтобы он не казался себе дураком сейчас этих девок можно нанять сколько угодно по две тысячи одна там если те из 20000 на место человек сделать себе что нпс конечно и всю тебя море по колено ты можешь уже даже не думать ну я не из тех идиотов которые радуются шоу вот там я прокачал 50 водительских рыцарей теперь могу захватить все замки все карты всю карту с этими 50 но это ж я люблю warband я играю warband потому что мне интересно нет эта игра не то что там конечно если пользуюсь читами пользуюсь всякой хренью тут можно за три недели захватить указа таких три недели за 2 игровых недели легко можно за поэтому я так делать не буду я найму сейчас только четырех и больше нанимать их не буду 4 до конца ну по крайней мере я не знаю сколько продлится вот это вот этот типа я не знаю что это прогулка пробежка не значит вот это поскакушка по этой игре сейчас у меня идет я снимаю видео но вот эту прогулку побежку поскакушку я вот найму 4 больше нанимать не буду в смысле 4 почему потому что майма ее зовут это майма ну не там должна быть своя история и значите в этой майма можно нанять четыре вида их вот значит воительница маймы вот она я нанимаю лучница маймы всадница маймы и называется конная лучница это короче но называется она как-то о господи ну ты всю ну это короче она как вот тут своя история будет как мне товарищи говорю тут будет своя история там но все будет ну в общем такое дело но это все надо работать надо делать человек делает один помочь ему практически я попробовал ну не 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 короче такое это будет когда то будет конечно если это дальше продлится этот интерес у него к этому делу потому что ну понятно что у человека со всем я там тут такое это все делается время от времени все это делается когда и свободное время ну в общем то для себя и так так есть интерес сделать нет интереса там подождет такой ну короче ситуация шатко это видно будет возможно я возьму хотя бы вот я думаю конечно если по-свински виду надо было давно уже себе предложить по крайней но я не додумался просто хотя бы в переводе своей там помощь свою предложить потому что как-то я так как я попробовал и меня не особо получилось всегда я как-то как-то это типа или низ по испугал не испугался это сказать но и короче не могу это сказать после этого я как-то уже не думал что ему нужна помощь там какая-то типа я для себя решился больше не могу ему чем помочь а надо надо это я ему наверно предложу уже свою помощь с переводом после когда я с ним буду разговаривать завтра там может послезавтра когда может быть я возьмусь за перевод этого мода уже будут приправить до конца придумывать может какие-то истории или что-то еще может у кого-то просить кто чтобы кто-то переводил придумал такое ну и нам но помощь человеку явно нужно если мы хотим иметь какую-то игру все ну все так мы уходим и смотрим свой отряд у нас вот есть да вот воединица маймы лучница маймы всадница и налетчица да налетчица ну значит так они примерно все одинаковые вот мы сейчас поговорим а посмотреть ее статы нельзя ну у них вот это вот все вот эта верхняя часть практически вся девы десятки десятки короче но эти девочки не затачиваются затачивались под этот самый как под ну под это что ты будешь из них делать нпс и если как верить его словам что они будут наниматься 1 в месяц или там даже пусть 1 в несколько месяцев три месяца это будут такие нпс на которые ясно что у них потом там будет будущее какое-то развиваться ну все это будет но мне трудно сказать потому что это 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 не в моей голове все родилось короче так войти в лагерь мы войдем в лагерь значит мы поговорим о моих воинах и значит мы отдадим сюда кандидатов мы отдадим свадийских всадников свадийских легких всадников свадийских конных ополченцев гвардейцев гвардейцев среднего круга гвардейцев дальнего круга всех мы этих ребят отдадим а здесь у нас никого нет у нас никто еще не готов все и мы едем дальше по моему нас никакого имущества нету которое можно было продать поэтому мы едем сейчас опа а вот и наши грабители ну так вот ну посмотреть за ними конечно не удастся ну давайте посмотрим сейчас я их просто подниму вверх чтобы видите как они вообще это самое подниму просто вверх ну не в первых рядах спаунились чтобы можно было видеть потому что этих 15 разбойников они с ним как на моему отряду уже понятно что они я пока доеду они уже их разберут на запчасти вот и все девочки там верху и мы сейчас грабители этих атакуем и посмотрим за этими девками как они выявили но здесь будет очень много всяких трудов значит не то мы хотим выйти продолжить потому что мы не хочу я на этой карте мы не погнали не по моему десятка верховая езда пока эти только разгоняются эти уже вон там воля 1 1 1 1 1 1 понятно что таких юнитов они наверно в игре не нужны ну их не должно быть но не должно нужна игра просто терять интеллект игра должна быть балансирована потому что лично я говорю мне эта игра нравится я не играю потому что она не нравится это не какой-то там тот албома или там еще какой-нибудь это вот эта игра короче такая шума меня на действительно нравится я в ней играю я много в нее поиграл я много знаю об этой игре и я могу точно сказать что ну тут можно сказать только одну простую просто просто одну вещь значит сколько я про эту игру не читал всего там допустим да какие-то анонсы там описание нигде никто ни разу не указал значит как сказать жанр этой игры как только я не считал и стратегия с элементами рпс с элементами стратегии и тра-та-та-та и то и то и все и это а тут на многих лет сколько еще говорят ну это такая стандартная песочница ну да очень стандартная ну зовите мне еще хотя бы пару песочниц такого типа а ну вот это надо такое трепать языком не думая а бы что нибудь я понимаю что молчать не стоит надо что-то говорить все-таки надо хоть немного поэтому я же решу не это не не вот они только смотри за такие девки их много в игре не должно быть и их будет мало конечно как он сказал что будет приниматься и вон он вот лишний чё пожалуйста щит лук что там у меня еще есть а у меня еще есть я же говорю никто не это самое что я только не слышал почему ну конечно это уникальная идея это такая идея где сама по себе я как-то посмотрел эти вещи как они там их не модульные системы там из самого на там конечно все это начиналось буквально с капелек я перешел на 12 уровень и значит сейчас мы что-то добавим добавим конечно вот интеллекта ну ничего пока что вообще не будем здесь трогать будем тупо качать вот только уже и все едем венгард так что я говорю я мне нравится это игра эта игра хорошая и допустим ну тут в зависимости от этого ну там в свои причины это надо долго рассказывать как вот это самое но игра это не использована в ресурсе и полностью не использован использован этот ресурс этой игры наверно ну я например считаю что процентов наверно на на две трети может до бушник пиши стрелуха тут чуть не ляпнул арбалетчик арбалетчик нам не нужно сейчас мы посмотрим что за лучик здесь получается ну вот этих девок мы сейчас превратим в нпс и наверно отвезем потому что у нас в принципе для них нету ни оружия не шматья ничего нему а их можно потерять зачем я души на ему 4 и все больше нанимать потому что если нанимать у таких вот допустим юнитов которые должны быть уникальными и значите просто ну это во первых не интересно во вторых я живу они действительно должны быть такие вот у юниты должны быть уникальными как вот допустим свадийских рыцарей в этом муде в этом муде это не свадийские рыцари из натива там вниз какой-нибудь дипломатии это немножко другие рыцари игрок нанять их не может и в эти самые лорды нему тоже их ограниченное количество там всю не может нанять там за раз сто штук этих свадийских рыцарей всех разнести там и все ну сейчас вот сохранимся и мы сейчас начнем их значит превращать он будет налетчица значит поговорим с ней назови ну хана хана мне нравится пусть будет хана вот у нас уже есть хана но голая сидит на лошади значит усадница майма поговорить так ты сам как катарина тоже катарина мне нравится пусть будет катарин у нас уже есть катарин тоже на лошади сидит голая лучница именно им надо лут им надо их надо деть а будь вооружить у нас нету поэтому так и голя ком сейчас дадим пусть они там качаются потому что они уже сейчас 14 уровня после того как они становятся интересным 14 уровня так я следил за тобой вот моё имя саманта саманта ну саманта тоже пойдет саманта спустя саманта такое имя вообще не знаю почему он ставил его эту саманту саманта это американская по моему моли моли прекрасно может будет вот и все у нас уже есть саманта моли моли одета все но это такая одежда сейчас мы заедем в лагерь в этом лагере и скинем их вообще-то надо было наверно их тут лагерь скинуть вместе с тем ага ну так мы и сделаем сейчас мы проедем тут лагерь сейчас мы посмотрим их не статы уже я не буду голую хану счета почему нет улая хана сидит и мы говорим о твоих навыках хана вот я жарю статы все десятки и владение оружием 450 ну там крути должна быть своя история там туда-сюда и значить это как его ну там отдельно как-то так вот будет там какой-то такой отдельный какой-то ну не знаю как это назвать не квест это будет а что-то такое вот как-то такая история или как но вообще-то свое время был разговор что товарищ обещал что будет значить сюжетная линия ну чем не в этот доме вот пожалуйста у нас едет равн деспен но у него нет у него нету этих самому все выбили всех рыцарю не может нанять каждый раз то рыцарь и рыцаря не каждый раз нанимает ну вот сейчас а вот тут значит древо развития войск вот королевство свадия вот он свадийский рыцарь вот он бронированная лошадь он в броне у него все тут в броне и оружие у него вот значит маргенштейн одноручный рыцарский топор большой рыцарской копье свадийский стальной щит латные сапоги и рогатый большой шлем и вот рыцарский боевой конь купить его нельзя нельзя его можно только выбить вот у него статы здоровья броня там все такое он не быстрый но очень мощный такой они такие ребята шо беда они столько носят урона шоу встретимся посмотрим так что я говорю шоу явно шоу мод конечно многие позиции просто открыты шуму типа надо их доделать а их не доделан потому что некому человек один все не успевать я же говорю шоу допустим ну вот это короче что-то будет мод классный я говорю шоу я после того как поиграл в этот мод я больше ко многим модам потерял интерес смешные такие вот эти моды типа ну есть конечно интересные моды типа вот профессию в пендер но он смешной 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 такой какой-то ну там все таки для детей такой колес и такое шоу там эти демоны какие-то но все это хорошо там змеи все это интересно конечно ну в она не сбалансирована абсолютно я же уже не сбалансирована какие то есть мечи двухручные длиной по полтора метра который у которой скорость там сумасшедшая шоу я прокачался персонажа потом купил этот меч в этой шахте аль-азиза быстрее чем эти дешаровские войны это самое этим мечом махаю там танут это вообще ну там круче неинтересно там надо там есть такие варианты но я наверно все-таки решусь а я сделаю прохождение но я не сделаю не такое прохождение вот это вот как а все обычно делают ну как там положено а я сделаю прохождение такое чтобы я так думаешь ну так чтобы никого кроме меня не к по всех под ногой но ударов там демонов змеи не там или кто или там они крылатые змеи всех всех под ногой кто не покорился тот погиб ну мне не нравится вот это вот это нолдеры эти какие-то эти как их там этих нолдеров бы конечно так шлепнул бы с таким удовольствием наверное я так и сделаю а тем более посмотрю последняя версия то там вообще уже нолдеры артиллеристы какие-то смысле там уже есть это самое огнестрельное оружие смешно такой полуфантастических это фэнтезийный мод такие меня больше лежать конечно лично у меня больше лежит душа конечно есть для ребята которые люди которые нравятся им это вот эти вещи все вот эти вот у меня больше лежит конечно душа к таким модам каким ну конечно они тоже ты не без минусов но хорошие моды у там уж тринадцатый век там бритенвалда там отличный мод свое время он конечно да бритенвалда он дал старт вообще многим вещам mountain blade три человека шуток у викинг есть такие такие вот то же самое на доме ним конечно она доме нет а я не знаю когда-то когда вышла по моему ну какая-то она была 0 и 97 весе ну то первой вертили на 95 и тогда значит кто-то где-то этом я не помню на каком-то форуме где-то лесу невозможно но невозможно захватить всю карта ванну доме я помню что я значит сжал крепко зубы значит но это конечно мрачный я все-таки захватил всю карту ванну доме всю но это конечно мрачный господи как это надоедает ну одно и то же просто огромный на тех прибегает убивать прибегают убивать прибегают убиваясь но это и бесконечно 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 но все-таки я захватил всю карту ванну доме бутин угол да то такое делать там сам бог велел все захватить такие ремня на так вот это но не хороший конечно там но отличных вещей таких как вот это ордена там можно создавать рыцарские там в этом самом это все интересно конечно так отряд кто у нас там АВН Ферентист поговорить значит на твое вооружение и снаряжение я тебе дам вот эту шапку будешь ты в этой шапке да и рукавицы я тебе дам господи что там скоро этих рукавиц будет хоть пруд пруде неважно и мы значит Стивену скинем кое шо тут а что мы тут Стивену скинем ну мы скинем ему крючерные рукавицы заберем это вот одну шапку эту скинем наверное вот эти сапоги потому что они бессильные силы на них не надо все остальное короче там продадим например бретенвалд я прошел бы с удовольствием да бретенвалд он такая давно я в нее давно не играл очень давно короче там я бы конечно ее прошел бы на самом деле есть очень много вообще очень много хороших модов короче это длинный разговор потому что я же говорю что я считаю что компания Тейлверс она ну это мое мнение я пишу и компания Тейлверс должна прислушиваться к мнению какого-то человека который имеет свое мнение но я считаю что они несколько неправильно вот это вот это развитие своей игры несколько неправильно они ну это их не дело конечно кто такой 75 человек у нас есть лучник о мы же посмотрим статы лучника лучник это лучник а еще есть тяжелый лучник расскажи мне о себе ну 130 это немного от пешего стрелка 130 лучник 21 уровня ну такой нормальный лучник такой как северный наемник я думал гораздо будет все серьезнее бандитов разбойников бандитов разбойников лучников уже можно наверно было поставить так продолжаем набирать гвардию добровольцев репроты уйти есть конечно ну мы сейчас вернемся наверно к кальмару и серию закончим и встретимся уже в следующей серии если она будет конечно я не знаю политика этого канала на котором выкладывается политика такая если видео не цепляет нету этих самых просмотров нету того сего все до свидания проектик прикрывается начинается следующий так что так ну а пока шо а пока шо все